манила мощно было далеко и не мог проверить чем же проблема в итоге итоге обрыв цепи решил засунуть сюда камеру засунул камеру визор из предвола не крутится плюс они двигаются когда масла слишком легко масла этот двигатель но в итоге видео и информации толком нету слишком новая машина она будет один из первых то будет разбирать такой двигатель ну точнее пятнадцатого года двигатель то такой же уже разбирали до пятнадцатого года ничего на ю тубе нет и информации толком тоже ничего нету потому что в россии кто же мама сейчас в итоге просто он начну мелочей рассказывать сейчас решил клапанную крышечку приподнять чтобы снять обратку тут есть такие не знаю как на старых но на новых фиксаторы обратки их надо подковыривать отверстики на себя тянут не вниз не вверх она себя вот сюда тянется буду о какие моменты рассказать что как почем ну в итоге вот я снял крышечку клапанную сейчас проверил коромысла не обломала после обрыва цепи но только одно коромысло шатается вот это немножко пошатывается но она не обломана не хочу еще строгать масле не был телефон вот принципе масло видимо него у меня ли очень поздно явно не каждые 10 даже я думаю не 30 тысяч меняли потому что слишком сильно заказка совка здесь масляная такая так что будем дальше часа его когда снял попробовал прокрутить я видео ставлю попытался промаслать естественно распредвала не крутится что очередной раз подтверждает что цепь оборвала смотрим что дальше хочу вам рассказать вот он будет стоять вон там не на как других портах точнее на других двигателях поставить на новых но он стоит вот так куда болта стоит я думал бы по центру по центру оказалось ничего нет этому как два быковых болта на есть придется немножко помучается чтобы открутить потом потом дадут то есть только куда-то чтоб натянуть его немножко внутренних на самом деле нужно снять можно так что он там сзади находится вот с такими булочками вот они вот вот Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так что есть возможность работать не будет И это желательно процедура Или покупать всю плиту новая Новая плита такая стоит уже вся Готовая, вот 200 евро Самая дешевая, что я нашел Но это естественно новая Так что Процедуру желательно сделать Вот, допустим видите, я уже почистил, как он нажимается И вот это он должен быть, когда вы берите и перебираете Вот он забитый Снимаем обязательно на себя, не внутрь А на себя И немножко подкачиваем его, когда снимаем первый раз Вот так вот Потому что если вы пытаетесь в другую сторону Вот эта железка, она потом болтается Я и промываю Просто от масла Вот сам гидрокомпенсатор Все это он крепко там Бывает легко хоть бывает? Нет В моем случае не всегда Вот он вышел Вот он, как он выглядит? Внутрь заливаем его Вот видите, пошень выходит Пошенек этот маленький Через него попадает масло Вот В этом масле это вымываем Очень хорошо Вот Так вот Вторую часть Все делать Собираем обратно Вот он нажимается Свободно Вставляем его Опа Улетело это дело И само место тоже промываем Так что масло Вот Вот мы это сейчас все вставляем Вот 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 Все Вот теперь он нажимается Видно И Вставим кромысло наше Я его вставлю Вот так вот Видите, все, нажимается И так же следующее Вот и все Субтитры сделал DimaTorzok